Сейчас я вам расскажу про стол, универсальный трансформер. Трансформер почему? Потому что он в различных плоскостях регулируется. Очень маленький при транспортировке, что сейчас продемонстрирую. Вот это его транспортировочное состояние. То есть, в таком виде он поместится в любой багажник автомобиля. Сам он не тяжелый, но относительно. Вот килограммов 6-7. Вот это уже его рабочее состояние. Это минимальное расстояние для крепления капотов, дверей, крыльев. Регулировки по горизонтальной плоскости выходят вот таким вот образом. То есть, уже можно поставить смело капоты любых размеров, поперекать подушками в усилителе, дабы не промять панель. В вертикальной плоскости нужно для того, чтобы ремонтировать детали, либо стоя, то есть нужно будет сделать, когда его повыше. Либо сидя, когда, допустим, вот сидишь на стуле, да, ремонтируешь там, ремонт мятен без покраски или шкуришь там под покраску. Вот таким образом. Ну, все, я выдвигать не буду. Также на этом столе есть колесики, колесики с фиксаторами. Сами колесики предназначены для того, чтобы этот стол и детали на ней, которые будут транспортировать по автосервису, да, или там, ну, как хочешь крутить ее для себя. А также можно их использовать как просто ножки. Нажав на фиксатор, они уже устойчиво стоят. То есть даже не только они не крутятся, но и вот эти тоже по своей оси не вращаются. Вот. Довольно-таки хорошо, устойчиво. Значит, еще есть фиксирующий механизм. То есть для того, чтобы зафиксировать вот эти вот рычаги, да, в определенных положениях, в плоскостях. Все, зафиксировал, и все. Теперь можно ее ездить, так как все удобно уже будет. Значит, сейчас продемонстрируем на примере крепления капота. Вот. Прежде чем я его поставлю, расскажу, как, да, крепится. Крепится он на подушке, то есть на четыре точки опора. Вот. Этого вполне достаточно, чтобы он стоял жестко. И вот эти, благодаря тому, что эти подушки регулируются по высоте, значит, вот это усилие на капот везде будет одинаково. По сравнению с малярным столом. Когда на малярном столе, вот так вот, тут две перекладины, ставишь капот, да, и в каких-то местах давит сильнее на капот, и таким образом вылезает шишка. И очень сложно понять, это дефект у детали, или это из-за того, что там давит сам стол. Вот. Здесь такого момента нет. И сейчас продемонстрирую, как устанавливается. Сейчас примеры делаем по размеру капота. Сильно не фиксируем. Берем капот. Дол регулируем, чтобы он на плоскостях стоял ровно. Потом все фиксируем в положении. И фиксируем капот, значит, к самому столу. Вот. Теперь стол вместе с капотом зафиксирован. Как хочется, там, допустим, ремонтировать, да, может подвижать. Если, допустим, нужно зафиксировать, ну, то есть, чтобы он не ездил, да, то есть нажимаем на колесики, точнее, на фиксируем, и все, он стоит. Ты занимаешься, хоть ты, если хочешь, шпуришь, шпаклю, еще что-то, выпрямляешь или ремонтируешь ремонтом мятин без покраски. Особо удобно в ремонте мятин. Почему? Потому что каждый раз нужно смотреть под разными углами, да, там, на дефект. Пусть это будет мятина, там, круглая или большая. К примеру, сначала отремонтировали мы ее вот так вот, да. Вот. Ремонтируем. Все. Уже с этой стороны ничего не видно. И теперь, ну, в других случаях, как происходит, лампа там, значит, нужно ее перекатывать сюда, самому переходить вот сюда и ремонтировать уже вот сюда. И так как у нас инструмент весь с собой, точно так же его туда-сюда катаем. Неудобно, долго. А с этим столом проблема решена. Просто фиксатом выбираем. К примеру, лампа остается здесь же, инструмент у тебя здесь. Ну, как правило, там, я это, ну, в таком стуле, да, чтобы сидеть было удобно. Вот. Все отремонтировал. Здесь уже ничего не видно. Просто поворачиваем стол. Фиксируем вот так вот. И ремонтируем уже с этой стороны. С этой стороны тоже закончили. Поворачиваем. И уже с этой. И так далее. Все. Инструмент под рукой, лампа тут. Если, допустим, нужно, да ее только, ну, уменьшаешь и увеличиваешь. Допустим, на стоянке. Все подушки упираются в усилитель, что не даст возможности замяться капотом. То есть, они, во-первых, большие, да, то есть, большая площадь. А, во-вторых, усилитель, он не мнется по отношению, ну, по сравнению с панелью, да, наружной. Значит, как крепится дверь. Дверь можно закрепить, в принципе, и на подушках, да, но немного в некоторых моделях автомобиля сложно упереть на все четыре подушки. И тогда, бывает, фрозом себя в перегвате. Снимаем, значит, подушки. Снимаем. Снимаем. До конца не застучкаю, чтобы не тратить время. Теперь берем дверь. Все, зафиксировали ее в втором положении. Пусть это будет шкурить или ремонтировать. медленнее, то есть, пока. Ну, все, гораздо устойчивее. Тогда все полностью закрутить. Теперь, как крепится крышка багажника на этом столе. На обычном малярном столе, когда две перекладины, да, тогда получается, что крепим эту крышку вот так вот домиком. Это, ну, речь идет о крышке багажника от седана. То есть, она вот такая, буквально, если вот так положим, то неудобно шкурить так или так. Тут тоже эта ситуация проработана. То есть, берем, тут упускаем, упираем вот этой частью в ребра крышки. Вот эту часть вот так вот поднимаем. На данный момент я не могу это продемонстрировать, потому что нет свободных крышек багажника. И вот так вот устанавливаем. То есть, получается, вот верхняя плоскость и вот так вот здесь вот упирается. То есть, вот тут нам плоскость нужна, которую мы и ремонтом, я этим без покраски легко, да, ремонтируем, а также и в малярных всех делах. Если, допустим, нужна нам не горизонтальная плоскость, то мы можем, ну, к примеру, вот ремонтируем вот эту, да, часть, которая вертикальна. Мы ее просто снимаем и устанавливаем вот так вот. И тогда уже будет вот здесь вот у нас вот эта плоскость вертикальная, которую можно тоже демонтировать. Теперь, что касается крыва. Крепление крыва всегда было неудобно, тяжело зафиксировать, да, ну, для ремонтов или для покраски. Вот. Но с этим столом тоже это достаточно. Можно просто вот так вот сдвинуть под 90 градусов. В принципе, здесь можно вообще под любые градусы соотношение друг к другу вот этих вот перепадин. И потом устанавливаем крыва. Все. Видим, что здесь кто упирается на усилитель, от разных моделей, ну, автомобилей зависит, конечно. И здесь вот, он полностью, на данный момент он тут, внутри находится тоже, на мягких подушечках. Вот. Зафиксировать можно как в этом положении, так и к вот этому усилителю. То есть, берешь пластиковые стяжки, проделываешь, крепишь вот здесь вот так. В принципе, имитируем крепление в машине. То есть, в машине было бы болтами, но мы здесь стяжками. Здесь, здесь. И также здесь, ну, если хочешь, то можно здесь и здесь. Вот. И ремонтируем свободно вот это крыло. Теперь, что касается бамперов. Каким образом тоже крепить? Уже прикручиваем две перекладины и раздвигаем их подальше, чтобы можно было установить бампер. Ну, регулируем по высоте. Можно еще даже если нужно будет как примерно снова ремонтировать здесь, то опустить. Если нужно ремонтировать где-то здесь, то можно приподнять еще выше, чтобы было удобнее здесь ремонтировать. И точно так же там стяжками это все фиксируем. Можно даже не фиксировать, в принципе, он так и ситок. В принципе, можно и грунтовать даже на нем. Может быть, даже и красить, если оклеить вот эти вот подушки, чтобы с них пыль не делать и их самих тоже не испортить. Что касается стекла, вот, уже установил, все уже лежит. То есть, можно только, ну, если, допустим, мы его вклеиваем, да, то наносить герметик и, пожалуйста, подкатить к автомобилю, взять, установить. есть стекла, которые просто через, ну, как на девятках, через резинки. Вот, установил эту резинку, резинки, шнур протянул и точно так же устанавливаешь. Все удобно тоже. Также есть мягкие подушки, чтобы не повредить стекла. еще одно приспособление у этого стола это вот для снятия и установки двери к машине. Значит, снился вот в чем. К примеру, подъезжаем на этом столе к машине, вот, подъехали, открыли дверь, закрепились. Дальше я покажу там на регулировке. Потом эту дверь закрепили к столу и отъезжаем. Если надо, то ремонтируем, к примеру, крыло или еще что-то. Если нужна дверь, то просто это все отделываем, ставим на стол, ремонтируем, обратно ставим на это же место и устанавливаем к двери, точнее, дверь, устанавливаем к машине и крепим как нужно. Сейчас покажу, каким могут быть. Вот, теперь, это часть стола, она крепится и отделывается от стола, ну, можно его выбрать, таким вот образом открутить, достать и стол останется один. Или прикрутить, оставить. Теперь есть регулировки для различных моделей автомобиля. То есть, если, допустим, это какие-то легковые, седаны и так далее, их можно сделать повыше. Если джипы, то повыше. также регулируется опора, куда упирается сама дверь. Если, допустим, есть еще регулировка, где будет сама дверь стоять. Все откручиваем, достаем, ставляем. И точно так же вот. После того, как мы подкатили к автомобилю, поставили, зафиксировали, вот, например, давайте сейчас проденцируем вот этот. Перекрыли. Спустили. Уперли вот эту подушечку. Теперь остается только закрепить ее, расстроить и вместе со столом подкрутить там изнутри и снять и откатить ее. В принципе, и все.